здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал история святой руси гюстав даре на просторах интернета попалась мне интересная книга точнее сайт а потом и книга из этого сайта которую я вам и хочу показать хочу привлечь ваше внимание и чтобы вы мне маленько помогли тот кто умеет хорошо обращаться с компьютером с google переводчиком чтобы вы мне помогли из этой книги перевести некоторые комментарии я вам сейчас эту книгу покажу и вы увидите какие интересные рисунки этот самый гюстав даре рисует давайте вместе с вами попробуем разобраться в этой самой истории святой руси переведите присылайте ваши переводы может кто-нибудь в этой книге найдет что-то интересное там более 500 рисунков потому что на наших историков надежды нету как я уже в прошлом своем ролике назвал их это блядословы нет на них никакой надежды все у них что-то почему-то всегда им что-то мешает разобраться в этой самой истории то рукописи сгорели то стрели то утонули постоянно им что-то мешает так и напрашивается такая приск присказка завалил да на бок засадил да в спину и и пьет так и не дала это все имеет отношение к нашим историкам поехали давайте я вам кое-что покажу вот значит рисунок этого самого дары обратите внимание вот так вот он рисует барона карла фридриха иронима фон мюнхаузена почему-то интересным образом этот самый барон фридрих ироним фон мюнхаузен чертовски пошел похож в его же рисунках он рисует также сама нашего императора александра я вам потом покажу почему-то это самый барон мюнхаузен похож покажу вам вот такая другого автора 4 всадника апокалипсиса почему-то он похож на одного из всадников обратите внимание вот он почему-то всадники в русских шапках почему-то этот всадник и этот барон мюнхаузен и этот император александр чертовски похож на императора наполеона третьего этот самый наполеон почему-то похож на вильгельма этот самый вильгельм почему-то похож на карла карл почему-то похож на тело а тело почему-то похож на хлодвига что-то них а хлодвиг почему-то похож на ричарда это который люди то есть как говорит наш исследователь игорь гусев от нас смотрите на нос по-русски говоря это нос ребята так ну давайте значит я вам перейду к книге поехали гюстав даре история святой руси наверное многие слышали о великом французском иллюстрации поле гюставе даре творившего в 19 веке прославленный автор создавший неповторимые иллюстрации к произведению рабле данте сервантеса которые настолько органично переплетались с этими произведениями что вспоминая творение этих великих авторов мы не можем себе представить их без великолепных иллюстраций даре читая гаргантюа и панга панта грюэль ё-моё язык сломаешь потерянный рай рассматривая его работы истории крестовых походов библии и прочих и прочих и прочих испытываешь чувство восторга от той передачи цвета и тени которую плодовитый автор автор с находчивой фантазией вкладывал свои труды несомненно среди потрясающих работ гюстава даре есть одна которая пусть и не столь популярна у нас и остается без известности свое время все же имела определенный успех вот на ней бы я и хотел остановиться дальше и представить ее вашему вниманию вот значит выглядит вот так книга почему-то россия написано смотрите мучающиеся люди истекающие кровью вот так вот россия данный труд называется история святой руси написано драматическая и карикатурная история святой руси на основании текстов хроникеров и историков нестора сильвестра карамзина сигура и так далее по-французски вот тут кто шпрехает помогите любопытным тот факт что данный альбом практически никогда не публиковался в россии лишь отдельными фрагментами я так думаю ребята что он не публиковался как раз вот потому что там скорее всего он рассказывает своих этих комментариях там под рисунками наверное он рассказывает ту самую историю которой ну никак не сходится с нашей возможно поэтому он является не таким известным как прочие работы автора этот альбом насчитывает свыше 500 карикатур сопровождаемые текстом написанным самим даре в котором он сатирически показывает историю россии вроде появления в мир первого русского от моржихи и белого медведя генерала мороза на службе россии шпиономании и прочих устоявшихся миф мифов книги высмеивается вся история россии от рюрика до крымской войны и делается это и весьма остро а в некоторых случаях даже злободневно и на сегодняшний день книга увидела свет в разгар крымской войны поэтому подобные выпады автора никоим образом не удивительны как это почему этот труд был запрещен россии любопытно не только содержание этого альбома а это что даре одним из первых ввел в изобразительное искусство такое явление как комикс что лишь заполняет славы фантазии его автора поэтому я рекомендую вам ознакомиться с его творчеством к сожалению ввиду отсутствие достойная русской версии в электронном формате представляю вашему вниманию оригинальная французская издание 1854 года так сейчас мы бег это все выглядит некоторые рисунки которые автор тут показал обратите внимание как я вам уже показывал этих самых карлов до вильгельмов до телу до лодвига до ричарда как они похожи вот тут вот на этого самого императора российского что-то тут вот слова надо все переводить карикатура понимаете это как бы вы смеемой не что-то какие-то факты он здесь привел надо все это дело почитать бы так вот такие рисунки обратите внимание вот он вам этот этнос как говорит игорь гусев это нос поехали дальше обратите внимание вот вам казаки вот так вот рисовали обратите внимание на шапки как они похожи с той гравюрой где всадники а к апокалипсиса может быть он в этой гравюре и имел ввиду вот этих вот садников так теперь смотрим вот он значит император российский вот он этнос это нос видите да не хотят наши историки все это дело смотреть все этим делом заниматься нет у них такой цели у них есть симпозиумы до заняться как бы получить очередное звание медальку читаем область к науты слав брутто слав к на числа фуры слав планете слав персона телю слав вот они вам казаки здесь же есть ребята смотрите вот причем обратите внимание эта карта она как бы вот это россию они показывают смотрите и в россию входит тоже это видите да это все одно турция турки и азия видите да да поехали дальше вот значит войну эту восемьсот двенадцатого года он тут затронул надо все это дело смотреть переводить опять значит император корабли воздушные шары интересные рисунки что-то тут смотрите тысяча восемьсот двенадцатый в рот забивает прикладом шо он грамотные люди так ну ладно давайте перейдем к самой книге полную нам там оставили в библиотеку галли паблиотека сейчас загрузится все это дело так секундочку которую мы сейчас будем смотреть поехали вот значит ребята тут описывается как там было как появились русские от маржа с медведем а вот значит прописать или что-то пишет кто тут эту историю писал вот книги поехали дальше тут вот значит он показывает что-то половина тут замарана вымарана здесь вообще пустые листы смотрите ребята присылайте свои находки может кто-нибудь что-нибудь тут найдет интересного это вот и есть история святой руси обратите внимание как рисует он про новгород вот что-то тут пишет видите да какой-то потоп или что это разбились а корабли скорее всего это когда князь олег наверно ходил на там потопили корабли шторм начался это вот значит смотрите написано ольга что-то она тут порола своего сына видите да потом видать посадила в тюрьму кого-то топила кого-то отравила ну страшная ольга просто было надо надо ребята надо эту брехню смотреть читать обратите внимание здесь птиц запустили голубей скорее всего и сожгли город так что ли смотрим смотрим разбираемся это значит какой-то какой-то турецкий видите султан ольга опять с ольгой что ли поженились ольга что-то рассказывается про ольгу смотрим дальше вот тут то ли князья то ли кто тут так что ребята помогайте переводите кто силен во французском видите да какие-то писатели тут показаны когда всё есть да и и и и и и и и кто-то с кем-то воюет Опять меня скорее в комментариях Тут О, интересно На бой вышел Какой-то Витязь, кто такой? Вячеслав Вот так вот он Выглядит Вячеслав Видите, да? На кого похож, ребята? На монгола-татара Быка победил Бойня Пусть даже это будет брехня, ребята Но все равно Какие-то факты Мы можем здесь увидеть Он не может, что брехня На брехне и брехней погоняет Все равно надо было ему вставить что-то Так, что это тут? А вот смотрите Сидит 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 Сейчас дойду до королей, где там перечисляются короли. Венчеслав, Святослав. Тут кого-то потравили. Блюет. Как говорит мой коллега с канала Дима Димов, пытливые и любопытные. Давайте будем вместе во всем этом деле разбираться. Так, смотрите, что тут он пишет. Рисунки интересные. 500. Всего их. Так, вот они. Читаем. Баффрислав, Благуяслав, Висеслав, Бондислав, Колослав, Фурияслав, Бролислав, Кринеслав, Квардослав, Акоислав, Акоислав, Кордиослав. Вот видите, как короли, какие у нас были. Что-то не наблюдаю ни одного Владимира, Ивана. Ну, ладно. На этом ролик заканчиваю. Смотрите, присылайте свои находки. Кто чего нашел, Кто чего увидел, Кто чего прочитал. Спасибо за внимание. Читайте эту книгу. Может быть, что-нибудь, какие-то интересные моменты мы с вами найдем. И составим, наконец-то, хотя бы приблизительную историю, какую-нибудь, но не такую поганую, как нам пишут. Видите, да, ребята? Это все про Россию. Про Русь, как написано, святую. Не зря же он называет ее святой. Хоть он тут и смеется в этой книге. А вот и дошли до войны восемьсот двенадцатого года. Вот, ребята, надо читать, что он тут пишет про эту самую войну. Надо разобраться, поскольку много роликов о войне тысяча восемьсот двенадцатого года появилось. Может, и нам что-то тут он расскажет интересное. я могу поверить. Не зря. Всё. Иивштое. Ты Ты. Ты? Ты. Этски. Ты.